доброй ночи мои хорошие без 12 12 на часах только что сняла макияж видна еще глаза такие красноватые сделала ночной уход ночной уходу это у меня крем от невея показывала его ночной крем мне он очень 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 нравится я им довольна сегодня ночью мы одни да мы одни с детьми я и детки никого нет с нами папа уехал вот где-то час полтора часа назад соседний город миляс где у него стройка чтобы завтра рано утром быть там городе вот так что я когда последний раз ночью оставалась одна с детьми я не помню когда в больнице лежал вот хотите я уложила спать то именно уложила спать а не закрыла в соседней комнате как я прочитала именно все в комментариях под видео что якобы я когда снимаю видео закрываю их там в комнате они бедные плачут вот лишний раз покажу тем кто ждет моих цветок усилия такс сынуля доча спят мои птички а я сейчас я сейчас буду пить чай буду пить чай и монтировать очередное видео для вас сегодня у меня в гостях была моя подписчица Наталья привет Наталечка очень приятно было с ней познакомиться мне пока она была у меня в гостях у меня варилась морковка на завтра если на пюре пока я с ней болтала то есть все морковка моя скопила сейчас сварю ее заново вот она в котором готова все выключаем газ чайник не закипел уже пока закипит чайник и сажусь пить чай все все спокойной ночи если у вас ночь доброе утро если утро и прекрасного дня если день привет привет мои хорошие у нас утром один сын услышал мой голос пока меня не слышал все было спокойно так сейчас будем взвешиваться кстати как прошла наша ночь все прошло прекрасно что случилось мамина ты услышал мама сейчас мама тебя подниму в 12 часов дети уснули поели сразу уснули и 10 утра вот они проснулись сейчас я быстренько взвешусь вот он маминка призюля он хочет спать он поел помылся и хочет спать сейчас мама взвешусь сколько весит мама шестьдесят шесть и шесть 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 потихонечку худеем я для этого ничего не делал просто сам по себе с уходит как я и говорила мои хороший сынуля хотел спать уснул сразу же как только я положила его в кровать вот оно мое сокровище вот мое второе сокровище спит они уже привыкли спать в своих кроватках и любят здесь спать уже такс а я тем временем приготовила себе завтрак завтрак у меня не турецкий яичницу сделала себе сейчас у нас половина двенадцатого сейчас покажу что у меня на завтрак привет привет так на завтрак у нас яичница это домашние яйца наших кур которые несутся три кусочка местной колбасы я не очень люблю местную колбасу но иногда иногда ем оливки пару кусочков сыра достала я не стала доставать все хозяйство турецкого завтрака эти банки склянки не хочу сегодня и сделала себе салат на скорую руку помидорчик огурчик а листья салата и петрушка залила оливковым маслом чуть-чуть все всем приятного аппетита за столом нет уже конечно же это королевища бабуля пришла играет бабуля пришла к тебе да бабуля щас введник жить будет prevalence Опять будете вредничать? Зефрашка, ты все время будешь вредничать теперь, да? Я думала, ты растешь, вредность твоя заканчивается, оказывается, нет, да? Ты все вреднее и вреднее становишься, да? Да, мамина? Да. Да? Вон, смотри на своего братья, как лежит, спокойный. А ты, ягоза, крутишься, вертишься все время. А, Зефрашка? Что-то мама не так телефон держит, что ли? Куда смотрите? Вроде на телефон смотрите. Мамины птенчики. Челочки выросли уже, да? А, ушла опять, ушла. Ушла и оттуда язык показываешь, да? Аслан. А, осла. А, осла, да. Да, 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 к телефону ползешь, да? Ммм, Зефрашка, там лучше, да, лежать? Иди сюда правильно, поближе к нам. Давай, поближе. Ты моя красавица. Ты моя красавица, девочка моя, принцесса. Самая красивая девочка. Да, самая красивая. И самый красивый мальчик. Все, 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 успокойся. Залезла на брата все-таки, да? Ты залезла? Конечно, на него заладиваю и сама же плачу. Мои хорошие, приходилось я не свекровь, принесла две баночки йогурта, и его она делает сама, дома, сама. У меня даже на канале был рецепт, я показывала. Для деток я хочу начать им давать этот йогурт. Йогурт это что-то типа нашего кефира. Попробую сегодня с одной чайной ложечки. Посмотрим, как пойдет. Чуть-чуть кисленький. Я йогурт не люблю, я вообще молочные продукты не люблю. Ой, надеюсь, мои дети полюбят, каких папочка. Папочка любит. Ты чем занят, сынуля? Сильно занят? Чего губки свесила? Йогурт вкусный был? Дочка еле съела две маленькие ложечки, сынуля больше понравился йогурт. Он такой немножко с кисленькой. Ноу. Кто-то сегодня давал им морковку, сынуля еле-еле там ел ее. Доча с удовольствием ела. Господи, ему нужен телефон обязательно. Маслана, ты хочешь телефон? А доча у папы на руках? Ее не видно. После кормления он ее держит, чтоб отрыжку пустила она. А сынуля все выпустила же. Да, мамина? Ну, кроме телефона ничего не интересно, да? А дядя не пущу. Не дам, не дам. Не дам. Солнышко, ты мамина солнышко? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. За окном. У меня прекрасное настроение. И я хотела вот о чем поговорить. Я хотела попросить своих зрительниц, новых, старых, будущих, вообще всех, 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 кто меня будет смотреть и слушать это видео. Хотела попросить закрыть эту тему по поводу золи. Потому что мне неприятно, на самом деле, читать комментарии, которые о ней пишут. Мои доброжелатели, как бы меня выгораживая, ее пытаются облить грязью. Мне это неприятно, я не успеваю все это удалять. Что-то могу пропустить, что-то могу удалить. Точно так же и меня там поливают грязью. Знаете, это все не нужно, это все нужно оставить. Зуля уехала, все. Этот период жизни наш закончился. Она помогла мне, когда мне нужна была помощь, за что я ей... Семёля возмущается? За что я ей очень благодарна, и она знает. Но жизнь не стоит, продолжается и у меня, и у нее. Она уехала к себе на родину, живет прекрасно, все у нее хорошо. Это как раз таки для тех, кто спрашивает, как добралась Зуля. Добралась она хорошо, она со своей семьей. И как бы я сейчас к ней не лезу, потому что она меня видела почти три месяца. Мы оба жили, она соскучилась очень по своей семье, почему я уехала. Поэтому я к ней сейчас не лезу. И вас очень прошу оставить ее в покое. Зулечка, если посчитает нужным, дать какое-то объяснение, почему она уехала. Она это сделает. Если нет, то нет. Оставим человека в покое. Тем более ее уже дальше в моих видео не будет. Думаю, все-таки нужно оставить эту тему. Как бы ни было, что бы ни было. Вы знаете, есть люди, которые вам запотают в душу, чтобы между вами не произошло. Они всегда остаются в вашей душе, они всегда остаются вам близкими людьми. А есть люди, вроде вы и общались годами с вами. Вы можете их вытерхнуть, как будто его и не было. Поэтому я вас прошу, оставьте человечечка в покое. Она очень хороший человек. Не надо ее поливать в грязь. Мне это, например, неприятно. Я думаю, ее родственникам тоже, которые смотрят мой канал, это все читать очень и очень не хочется. Вот. Если, конечно, она когда-нибудь еще приедет ко мне отдохнуть, я буду всегда рад. И, может быть, тогда она появится еще в моих видео. Хотя я сомневаюсь, что она пожелает этого. А пока давайте оставим ее в покое. Кто очень полюбил ее, Зулечку, кто хочет следить за ее жизнью, может подписаться к ней в Инстаграм. Я думаю, ссылочку знают многие. Вот такая просьба у меня к вам. Раньше, в принципе, такая же тема была с моей подругой Светочкой. Она очень часто, часто была в моих видео. Потом она уехала. И вот ее обсуждали и обсуждали. Прошлый раз, когда ко мне Зулю приехала, то же самое было после ее отъезда. Вот сейчас то же самое. Но на этот раз это прям так жестко обсуждается. Как бы выгораживая меня, поливать грязью мою подругу нехорошо. Нехорошо. Где-то, может быть, я высказываюсь резко. Да, я человек очень резкий. Я не люблю юлить, я не люблю улыбаться, когда мне не хочется этого делать. Поэтому вот как я посчитаю нужным, вот так вот я и отвечаю на вопросы, которые мне задают. Ну, не умею я притворяться, можно так сказать. Ну и все. Сейчас я хочу снять видео рум-тур, на котором меня просили аж три месяца. Вот сейчас я собралась. Дети тоже ведут себя спокойно, Машалла. Я уже который раз повторяю, что последнюю неделю дети ведут себя очень спокойно. Вот я сниму вам сейчас рум-тур. Встретимся в следующем видео. А в этом пока-пока.